Уважаемые мои гости и подписчики, любимчики! С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. И сегодня посмотрим достаточно деликатный вопрос. А почему деликатный? Хотя это очень часто задаваемая, просматриваемая нами тема, его отношение к вам. И если есть другая сторона, то его отношение к ней. Что он думает, что он чувствует, что между вами происходит, ну и какая-то перспектива. Но всё-таки это деликатный вопрос. И мы продолжаем наши ночные посиделки для всех полуночников. Особый-особый привет для тех, кто не хочет спать, для тех, кто любит ночью бодрствовать бодрствовать или с удовольствием слушать и смотреть мои видео. Ночные посиделки для тех, кто будет смотреть днём. Всё то же самое. Всем вам огромный респект. И я надеюсь, что вы тоже с удовольствием смотрите, слушаете мои расклады. Я надеюсь, что они для вас интересны, полезны. И вы с удовольствием подписываетесь на мой канал, ставите лайки и даёте обратную связь. Всех вас обожаю. Стараюсь ответить, ну хотя бы поставить сердечко. Итак, что мы делаем сначала? Будет один вариант, но вы можете смотреть только себя и его, и по надобности ещё и смотрите его и её. Поэтому нужно будет сосредоточиться. Не нужно искать трёх вариантов, двух вариантов. Вы просто смотрите то, что вам нужно. Есть желание, просто так смотрите всё. Вообще будет здорово. Мало ли, может быть, произойдёт какой-то инсайт, и вам откроется какая-то загадка, тайна, или вы поймаете, что вам нужно делать. Решение вашего вопроса наступит. Смотрите, что я делаю. Сейчас будет диагностика. Первое. Вы, он и она. И дальше сделаем вот что. Мысли, чувства, действия. Ну и перспективу посмотрим чуть позже. Итак, дорогие, давайте посмотрим вашего мужчину. Кто он, что он. Принц, ничей. Интеллектуальный, резкий, волевой. Человек должен совершать поступки, причём обдуманные поступки. Принц ещё не король, но этот человек легко учится, любит познавать новое, любит перемены. Свежий ветер, перемен, также это про него. Такой бомбический молодой человек к нам вышел. То есть у этого мужчины всё впереди. Неважно, сколько ему лет. Подвижный и идёт в ногу со временем. Человек должен быть избирателен. То ли в силу своей подвижности, своей мобильности. Иногда он не может угнаться сам за собой. Хотя мы не видим особого движения. Это не жезло. И тем не менее нам показывают некую непосредственность и умение приспосабливаться. Не может, знаете, не до выбора с одной стороны такому человеку, а с другой стороны он избирателен. Первый парадокс. Посмотрим, что будет дальше. Давайте вашу карту посмотрим. А вы, девочки, императрица. Одна из самых лучших карт, характеристики для женщин, для девушек. Ваш потенциал слегка снижен на данный момент. Но в целом вы очень позитивная, очень радушная, женственная. С вами, вот где вы бываете, особенно в хорошем настроении, ну, просто всё расцветает. Есть у вас такая особенность, способность. Вас очень любят люди. И вас любят в компаниях. Вас уважают родители ваших друзей. Да? То есть старшее поколение. И те, кто могло уже тянуться к вам. То есть вы душа компании. Но вообще вы знаете себе цену. Вы та девушка, та женщина, которая всё-таки не за лёгкие и свободные отношения. Вы предпочитаете отношения серьёзные. Вы этого достойны. Да? Вы можете, конечно, быть одиночкой, уверенной в себе и полагающейся только на себя. Но всё-таки у вас большой женский потенциал и как раз-таки потенциал в союзе с мужчиной. Вопрос. Достоин ли ваш партнёр вас? То есть кто ещё кому более нужен и важен. Да? То есть ваша позиция намного сильнее, чем тот, о ком вы загадываете. И кому это важно, смотрим позицию третьего лишнего. А вот здесь прапорщик в ёпке. Император. Властная, волевая женщина. У неё структура. Она математический склад ума даже, можно сказать, любит, чтобы всё было по полочкам. Кстати, её потенциал на данный момент также снижен. Только смотрите, как интересно произошло. Вы императрица, а она император. Да? Борьба за мужчину. У вас и у этой женщины всё-таки более жёсткие позиции, особенно у этой, у третьей стороны. Вы более наполнены по-женски, а эта дама более волевая и как-то она по-мужски. Да? Если у вас инь, то у неё точно янь. Да? Больше мужская энергия, мужской склад ума. И также, если вы принимающая сторона, то есть вам должны приходить, приносить дары, носить вас на руках, то эта женщина сама возьмёт на руки кого угодно. Особенно вот такого стройненького принца. То есть эта женщина более активна и привыкла решать всё сама. Иногда деспотична. Смотрите, какие вы разные, да? Прям работаем, что называется, на контрасте. Итак, а вот теперь смотрим вас и человека, на которого вы загадали, на вашего мужчину. Ваши мысли. Девочки, верховный жрец, правда, перевёрнутый. Это означает то, что вы, как уже сказано по императрице, всё-таки более склонны к традиционному браку, к союзу. Причём вы чувствуете человека, когда он приходит к вам кармическим путём. Вы чувствуете, вы считываете сразу свою родственную душу. Но этот человек не всегда соответствует вашим представлениям о нём. Вы либо принимаете его таковым, какой он есть, да? И всё-таки вы настроены на, что можно сказать, серьёзные отношения, да? Это как? Стабильные, принятые в окружении, то есть официальные. И нужно, чтобы этот мужчина поэтапно, постепенно за вами ухаживал, соблюдая традиции. Но мы видим, что традиции не соблюдены. Либо вы выступаете в роли любовницы, да? И вы думаете об этом, потому что аркан перевёрнутый. Я сейчас читаю перевёрнутый аркан, поэтому лишний раз я могу даже не говорить, перевёрнутый или нет. Я просто читаю информацию так, как она идёт, да? То есть, скорее всего, мужчина вас не слышит. Или он не соблюдает эти самые традиции. Давайте посмотрим, что у него в мыслях по отношению к вам. И потом мы посмотрим по отношению к этой женщине, соответственно, но увидим, что в её мыслях и сопоставим. Так вот, дело здесь всё в том, что мужчина длительно принимает решение, что касается отношений. Мы видим, да, какая у него энергия в данном аркане при диагностике. И мы видим, что он испытывает по отношению к вам. То есть, да, скорее всего, забота есть, есть тугрики. И ему нужно, чтобы всё было степенно, всё было с чувством, с толком, с расстановкой. И, возможно, знаете как, может быть, он ухаживает и предлагает вам что-то, и даже помогает. Но, очевидно, здесь нет официального брака. Или же вы вышли из официальных отношений с этим мужчиной. Но он всё-таки должен вам в любом случае оказывать какую-то поддержку. Пусть медленно, пусть нерасторопно. Свои дела он делает быстро. А вот то, что касается вас, ваших желаний и вашего совместного, то, в принципе, он, да, он готов, он добродушен, он слышит вас, готов вас слышать, да. Но будет он очень медленно это делать. А вот теперь, знаете, что давайте сделаем? Давайте возьмём ещё один аркан по отношению, мысли по отношению вот к этой женщине. Если третий лишний, шестёрка Пентакли. Смотрите, очевидно, эту женщину он знает очень давно. Девочки, у кого нет третьего лишнего, вы, знаете, у вас может проигрываться просто человек, который ему очень дорог и близок, и которому вы, может быть, не нравитесь, который влезает в отношения. Это подруга, это сестра, это женщина, которая, возможно, каким-то образом считает вот этого мужчину, да, вашего партнёра своим подопечным. Может быть, и так, смотрите по вашей ситуации. И, в принципе, он не видит пока, пока он не видит от неё какой-либо опасности. Мы видим, да, что мужчина между двух женщин. И обратите внимание, за спиной он прячет что-то, да. То есть здесь, знаете как, немножко нечестный. Вот он тоже, видите, у него есть тугрики, но он просит. Кто-то даёт, кто-то получает. То есть здесь неравное отношение и немножечко хитреца. Шестёрка Пентаклий. Его отношения с этой женщиной, скорее всего, действительно больше как дать взять. Обмен энергии какими-то материальным, чем-то материальным. Игра здесь больше всего идёт в одни ворота. Это какие-то договорённости. И также здесь идёт, может быть, даже спонсорство. Такие спонсорские отношения. Вот что он думает об этой женщине. Давайте посмотрим, что у неё на уме. А на уме у неё, вы видите, луна ещё и перевёрнутая. То есть здесь есть опасность эмоционального кризиса и неадекватности вот этой стороны. То есть человек сам себе на уме. Очень много тайн, подводных течений. Человек сам себе на уме, причём иногда себя просто не понимает. То есть здесь может быть взбаумшность, надуманность. Придумывать самой себе то, чего нет. И выдавать это вовне. Можно так сказать, что кто-то таких людей даже побаивается. То есть здесь есть некий вампиризм, тайное влияние, различные страхи и фобии. И, возможно, это магия. Иногда человек не в себе. Это без обид констатация факта. Сегодня будем говорить жёстко. Ваши чувства, девочки, древо мира. Во-первых, вы персона очень серьёзная, очень с хорошим родовым началом и родовой поддержкой. Мудрая. Вы знаете толк во многих жизненных сферах и также семейные ценности для вас важны. Вам важен ваш дом, ваше древо жизни, ваше родовое дерево. Также у вас очень большая сила рода. И, смотрите, обстоятельства могут складываться так, что сейчас у вас заканчивается этап определённый. Возможно, вы закончили предыдущие отношения. Если ваше отношение новое вот с этим человеком, то это большой этап начинается. Но вас может уже что-то не устраивать. И, тем не менее, для вас это серьёзно, значимо. Для кого-то проиграется, дорогие, что вы с этим человеком расстаётесь. Или готовы расстаться. Вот таковы ваши чувства. Они очень сильные, но нужно принимать определённые решения. Здесь либо день, либо ночь. Возможно, что-то посредине. И вам нужно будет определиться, что у него в чувствах к вам. Двойка мечей. Нежелание действовать. У него есть дилемма, есть свои личные проблемы. И он бы хотел, чтобы ситуация разрешилась. Но, наверное, скорее, само собой как-то без особых действий. Сам он понимает, да, что в жизни он подвижен. И там, где нужно кому-то помочь или принять решение, он это делает. Но вот опять же не в отношении вас. И здесь нужно понять, что действовать ему нужно. В сердце у него, в чувствах на данный момент есть стагнация, есть некая противоречия, некая лень, нежелание действовать. Хотя мы не смотрим на поступки, да, но принять решение – это то же самое действие. Это нужно всё-таки, чтобы мозговые изверины заработали. Но почему-то в отношении вас он снова хочет, чтобы как-то всё решилось само собой. Ленится и не понимает, что нужно всё-таки как-то шевелиться. А теперь давайте возьмём ещё одну карту. Посмотрим, что у него в чувствах у какой-то женщины. И здесь практически то же самое. Вы видите, туз мечей перевёрнутый. То есть здесь должно быть также принято решение. Должен быть чёткий, ясный определённый договор, что за отношения или какие-то дела между собой. Причём это падает на область чувств. То есть чувств здесь, скорее всего, никаких нет. Здесь есть чёткий расчёт. Но опять же нет действий. Не может он принять решение и всё разрулить. Вот понимаете, как сначала было, да, что ему не до того, по большому счёту, не до вас и не до этой женщины. Что же с ним вообще происходит, да? Очень странная ситуация. Похоже, что вы как-то заинтересованы заинтересованы обе девочки больше, чем этот мужчина. Что у неё в чувствах? Это колесо. Колесо года. Или это колесо судьбы, колесо фортуны. Вот здесь эта женщина чувствует безудержное желание быть с этим человеком всеми путями, всеми способами. Она считает его своим судьбоносным, знаковым человеком в своей жизни, в своей судьбе. И, в принципе, она делает, возможно, невозможное, да, для того, чтобы он был с ней или обращал на неё внимание, или как-то удерживать его в своём поле. То есть здесь упёртость некая, да, и человек на своей волне. Луна и колесо года, ещё и император. Но здесь нужно понимать, что ситуация по колесу неуправляема, может крутануть и в плюс, и в минус. И ещё управление чужой судьбой. Вот здесь на это очень похоже. На магию или на некие воздействия, возможно, и не магические, а просто силой своего характера, своей энергетикой, возможно, какими-то манипуляциями. У кого-то это будут угрозы, у кого-то уговоры, да, а может быть, она использует весь свой шикарный запас различных способов для управления. И опять смотрите, как у вас совпадают в чувствах у вас старшие арканы. Такое ощущение, вот мужчина как между молотом и наковальней, да, но он бездействует, он понимает, что нужно принимать решения, особенно с этой дамой. Здесь гораздо серьёзнее ситуация, но он ничего не делает в действиях вы. Ну что, у вас рециджист, ладевочки, скорее всего, ещё и перевернуты. Многие из вас поняли, что это мужчина на раз-два, пикапер. Вы можете быть влюблены, вы можете попасть под его чары, но для многих из вас приходит прозрение, что мужчина несерьёзный, и он в роли любовника может быть пока на данный момент более интересен, или нужно его таковым воспринимать, он может приходить и уходить. Здесь всё-таки это страсть. Очень часто на практике это показывает всё-таки. Вот здесь, видите, у нас тоже показало на вас, что нет серьёзности того, чего вы хотите. И, скорее всего, пока нужно принять действия. Да, нужно делать, но получается, что вы опять что-то делаете, да, не этот мужчина. Возможно, будут действия, но давайте уточним. Солнце. Здесь всё-таки нужно расслабиться и дать ситуации развиваться самой по себе. Можно сказать, нужно подпитаться солнечной энергией, да, энергией позитива. В любом случае вам полезны положительные эмоции и сгладить остроту вот этого человека, его присутствие в вашей жизни, да. Понять, что, в принципе, от того, есть он рядом с вами или нет, особо ничего на данный момент не меняется. И вы хороша сами по себе. Вы себе, как говорится, ещё цены не сложили, да. Вам нужно расслабиться, возможно, отдохнуть, позагорать, уделить внимание практикам на манипуру, чакру. Денег, социальных связей, принятие решений, ответственности за свою жизнь, ответственность за то, что вы принимаете сами решения, и вам нужен потенциал, жизненная энергия, да. И так как у вас, кстати, хорошая родовая, вам ещё объединить и сделать какие-то практики активные, заняться собой. И знаете, вот значимость этой ситуации и этого мужчины в вашей жизни нужно немножечко развеять, растереть, скажем так, да. Не делать острые углы, а скруглять. Наоборот, да, закруглять, делать легче. И быть оптимистичнее. Убираем. Солнышко в любом случае сглаживает острые моменты. Действие этого мужчины в отношении вас, королевы мечей, перевёрнутое. Ну, здесь либо женщина вмешивается, да. Может быть, это может быть ещё кто-то. Воздействие магии может быть так же. Может быть, человек этот, знаете, сам поддаётся влиянию. На данный момент нет силы воли, слабоват. Тройка пентаклей. Это его урок, который он не может пройти. Не может правильно решение принять. Не может быть на высоте. Не может найти в себе силу, воли, характер проявить. Давайте посмотрим поступки в отношении этой женщины. Что здесь у него? Король жезлов. Это уже перевёрнутый. Дорогие, это может быть его бывшая. Это может быть всё-таки настоящая женщина. Он, видите, какой улыбается, да, в креслеце, на расслабухе. И, в принципе, здесь, так как аркан вышел перевёрнутый, это человек, который не может быть человеком ответственным на данный момент. Он не проявляет свою активность. Он холит и лелеет своё бездействие. Очевидно, что нужно заботиться о нём. Эгоизм. Нежелание принимать решения. То есть, понимаете, у него какая-то сейчас, на данный момент времени, или уже какое-то время, нет желания принимать ответственность за свои поступки. Ну и давайте посмотрим действия этой женщины. Что здесь? Пятёрка мечей. Отношения, в принципе, они могут быть просто обречены. То есть, не должно быть особого развития. Но этот человек упертый. Она всё делает для того, чтобы насадить своё мнение и остаться правой. То есть, последнее слово должно быть за ней. И она, кстати, может выходить на конфликт с этим мужчиной, причём качать свои права, оскорблять его, показывать своё неуважение. Притом она может переключаться и говорить, как она его диколюбит или как он ей нужен, что это мужчина всей её жизни, мужчина её судьбы. и в то же время. Но это действительно, это человек с очень большими мужскими энергиями. И давайте возьмём ещё перспективу вашу на ближайшее время и перспективу этих отношений. У вас восьмёрка жезлов. Вам нужно защищать свои интересы, дорогие. И если и действовать, то в своих личных интересах. А здесь ситуация говорит о разрушении. И, возможно, это женщины прилагают усилия. Также это могут быть форс-мажорные обстоятельства. Но, скорее всего, дело рук. Вот то, что там принимается, в конечном итоге разрушает их отношения и, возможно, разрушает этого человека, помогает разрушать его как личность. То есть здесь идёт намеренное воздействие. В любом случае отношения здесь шаткие и, в принципе, они очень странные и тяжёлые, манипулятивные. Ну и давайте просто совет, рекомендацию возьмём в общем и целом. Стоячий камень. Девочки, справедливость и это карма. И всё должно быть по справедливости, должен быть найден баланс. Подстоячий камень, кстати, вода не бежит, как говорится, да? Но, скорее всего, здесь всё-таки нужно сгармонизироваться, сгармонизировать себя, перейти на какой-то другой, более высокий уровень. И, возможно, это отработка совместная, кармическая. Вы не зря оказались в этом треугольнике, у кого он есть. Либо если у вас идёт ваше отношение с этим человеком, то также эта карма, эта отработка здесь и сейчас, скорее всего. То есть, ну что, старшая арка. Нахождение баланса, равновесие, должна быть некая договорённость всё-таки, и ровное, спокойное состояние. Возможно, кто-то придёт всё-таки к пониманию того, что за этого мужчину бороться не имеет смысла. Вам незачем раскачивать эти чаши весов. Вот так. Дорогие, я надеюсь, вам интересна была информация, интересен расклад. Он не совсем простой, не пушистый и сладенький. Здесь есть горчинка, перчинка, но важно понимание, критичность и более осознанное отношение к себе, к партнёрам, к ситуации в целом. И я надеюсь, что вы развиваетесь, что вы идёте к свету, к солнышку, что любые препятствия, вот такие сложные отношения, опять же, вы воспринимаете как уроки и как развитие своей души, своего потенциала. Всем мира, взаимной любви. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова